Воспитанники территориального центра социального обслуживания населения Московского района города Бреста находятся в радостном ожидании Нового года. По чутким руководствам социальных работников они сами научились создавать праздничную атмосферу. Когда я делаю эти игрушки, у меня хорошее новогоднее настроение. Я хочу подать эту радость другим людям. А сложно ли раскрашивать такие шишки? Я это делаю впервые. Первый раз. Я занимаюсь 10 лет в этом кружке. Мне очень нравится шить новогодние игрушки, танцевать. Я все месяцы шилю эльфа. Безусловно, мы стараемся поддержать нашим ребятам, нашим подопечным новогоднее настроение, создать атмосферу праздника. Это же, конечно, и через украшение наших мастерских, украшение самого здания территориального центра. Тем более, украшаем мы теми изделиями, которые, собственно, ребята отшивают сами, изготавливают сами. Работа в мастерских у нас ведется с соблюдением всех профилактических мер. То есть, это и ежедневные измерения температуры у ребят, это обязательно ношение масок, социальное дистанцирование, ну и, конечно же, наличие в отделениях дезинфицирующих средств. Работа в мастерских построена по трем направлениям – декоративно-прикладное творчество, театральное искусство и адаптация к самостоятельному обучению. Поделки, которые мастерят воспитанники, продаются потом на различных выставках, а на вырученные деньги ребята организовывают экскурсии. Здесь ребята занимаются декоративно-прикладным творчеством. В основном плетут корзинки, то есть, с использованием различных емкостей, и эти корзинки приобретают форму, которую нам необходимо. Потом ребята это раскрашивают и декорируют салфеточками, то есть, это декупаж, такая техника. Потом они просто разрисовывают. В основном, конечно, пользуются спросом на пасхальных выставках. Творчество развивает и позволяет быть сопричастными к разным видам искусства, например, к пению и танцам. Маргарита Хилимончик совсем недавно работает руководителем кружка. Однако воспитанники территориального центра социального обслуживания успели полюбить ее занятия и посещают их с удовольствием. Я работаю в этом центре не так давно, всего лишь два месяца, и спустя это время уже ребятки ко мне привыкли. Мы занимаемся, в принципе, вы сами видите, творческой самодеятельностью. Ребятам очень нравится, они с удовольствием бегут ко мне на репетиции. Занимаемся мы пением, танцами. Готовились мы к этому фестивалю, называется он «Поверь в себя». Вот, в принципе, название говорит «За себя». Вот, и ребята раскрепощаются на этом фестивале, показывают все свои таланты. Я это в них еще больше и больше постараюсь развить. Развиваться, общаться и учиться чему-то новому никогда не поздно. И как хорошо, когда есть чуткие и небезразличные люди, рядом с которыми это делать легко и приятно.